Девушки отдыхают Итак, вы сейчас у тебя на столах увидели такие вот маленькие листочки. Это реальные ситуации из жизни консультаций. То есть человек приходил вот с такой проблемой, и вам сейчас нужно вот эту консультацию разобрать с точки зрения уже вы как консультант, чтобы вы могли посоветовать такому человеку. Имея ту информацию, которую мы имеем на сегодняшний момент с вами. Итак, значит, сейчас зачитывайте свою ситуацию консультационную. И что бы вы посоветовали этому человеку? У кого номер один консультация? Парень попробовал наркотики и переживает. Вот эта консультация у кого? Ну, ручкой, которую надо. Да. Да-да-да. У меня. Давайте, прочитайте эту ситуацию. И ответ этому парню. Вам подходит молодой парень, Паша, и делится своей проблемой. Месяц назад я был на вечеринке, где мне предложили его колодцы. Я не хотел, но меня говорили друзья. И я попробую. Мне стало плохо. Больше этого не хочу. Но боюсь, что мог заразиться. Я взял шприц у своего друга, но он выглядел здоровым. Наверное, 10 кубов его. Я сейчас поначалу не могу спать от страха, переживая вдруг заразился. Теперь друзья оказывают на меня давление, чтобы я продолжал ходить на их тусовки, где они колются. Я не хочу потерять их, как своих друзей, но боюсь, что могу оказаться, не смогу отказаться, отказывать их давлению. Что бы вы посоветовали Паше? Так. Ведь это реальная жизнь, правда? Вот такой Паша. Во-первых, надо разобраться с самим Пашей. Что это значит? Что в нём сейчас доминирует страх, который гасит его. Действительно, или ему не понравилось это? Или всё-таки просто страх того, что он заразился больше, чем пока вот это понимание наркотика? Понимаете, о чём я говорю? Потому что ему, может быть, и понравилось, но страх сейчас заглушает вот это понравилось, и поэтому он прибежал кому-то за помощью. Но это всё равно, это плюс, что он прибежал, пришёл за помощью, это уже плюс. Во-вторых, если он по ночам не спит и боится, то можно, в принципе, рассказать. Это может продолжаться ещё несколько месяцев, потому что сдать кровь можно, но может не показать его сразу, потому что есть так называемое окно, в момент которого анализ может быть бесполезен. И он может не дать никакого результата, скажет, что нет, а на самом деле есть. Скажет, может быть, всё что угодно. Так что немножко помучаться, ему всё равно придётся, и это будет ему полезно для того, чтобы он в следующий раз думал. А, так тебе и было. Ну, естественно, как? Друзья теперь оказывают давление, ну, это немножко из области фантастики, что прямо там на него оказывают давление. Скорее всего, под этим давлением, которое он говорит, он скрывает своё желание. Повторить. Да, повторить это всё. Ну, в этом случае ему надо посоветовать, необходимо, и сменить круг общения, и тогда таким образом он перестанет бояться, что его куда-то затерпят. Даже, может быть, прийти какой-то промежуток времени, посидеть дома, чтобы друзья отстали. А вообще, 15 лет тяжело его будет уговорить, но лучше будет, если надо поделиться всё время со своими родителями. И если они его не убьют, то... По-помогу. Вот так. Вы знаете, практически, вот мы сейчас услышали консультацию своими словами, но то, что вот в пособии изложено на 15-й странице 10-й пункт. Вот там как раз написано... Вот этих вот жёлтеньких пособий? Вот, как беседовать с людьми, которых волнует вопрос о собственном статусе. То есть, практически, вы все пункты... Может быть, даже вы читали эту пособию... Вы прямо все пункты назвали... Замечательно. То есть, опыт консультанта чувствуется. Вот смотрите, беседа до теста, то есть, включает аспекты. Настоящее прошлое сексуальное поведение, то есть, вы это с ним обсуждаете, да? Наркотики. Ну, в данном случае вы употребили индиционное употребление наркотиков. Вы начали с этого. Замечательно. Вы употребил. Что тебя сейчас больше волнует? Да. Что тебе не понравилось, или что у тебя страх заражения? На самом деле... То есть, в данном случае у него идет вот этот второй пункт, да? Обычно людей волнует, либо у них был секс, либо они переливали кровь, боятся, что кровь была не та, либо какое-то было медицинское вмешательство или татуировку. То есть, вы должны понять, что конкретно волнует, и с этим разобраться. Как вы сказали, разобраться с Пашей. Замечательно. И потом, смотрите, дальше вы определяете его уровень знаний и доносите до него, видите, дальше. И формируете оттесты. То есть, вы ему сказали, что даже если ты сейчас сдашь... Еще ничего не значит. Ты, конечно, пойди сдай. Обязательно. Пойди сдай. Сдать обязательно. Но это еще ничего не значит. Через полгода еще раз. Через полгода еще раз будешь сдавать, да? Объясняйте разницу между ВИЧ и СПИДом. Вот тут уже надо заранее нацеливать... Ну как? Давай, дать человеку информацию. Что ты будешь делать, если вдруг тест окажется положительным? Да. Какая будет у тебя реакция? Да. Выяснить, какой информацией обладает человек. То есть, вот тот тест, который мы даем в седьмой главе... Ну вот эти... Вопросы. Будет очень хорошо, чтобы прям сразу человек ответил. Чтобы он имел представление о той болезни, которую он так боится. Пусть имеет конкретное представление. И уже дальше вы правильно обсуждаете все возможные эмоциональные реакции и возможность своего рискованного поведения. И как ее остановить? И как ему изменить свое поведение? И важно, что в конце обязательно предложить душ-попедческую помощь и возможность беседы. То есть, Паша, я тебя жду, приходи, еще поговори. Да, то есть вот... То есть практически прям был вот как это проведена консультация. Обратите внимание, что вот дальше 11, 12 и 13 вопросы вот в наших пособиях. Там идет тоже, как проводить беседу после получения отрицательного результата. Что это еще не все. То есть если... Если ты будешь продолжать вести этот образ жизни, то получишь... Да, то, в общем, тебе теперь нужно тестироваться постоянно. Постоянно будет это делать. Как провести беседу после получения положительного результата? Чего нужно говорить, а чего ни в коем случае нельзя говорить? И как провести беседу после получения неопределенного результата. Такое тоже может быть. То есть, как бы вот эти вещи тоже важно знать. Ну так, с первой мы разобрались, с первой ситуацией. Теперь вторая ситуация. ВИЧ-положительный брат боится лечиться АРТ, принимать артериотравиевские лекарства. Ну, брат, тут понятно, верующий человек. ВИЧ-положительный человек верующий боится принимать решение АРТ. У кого второй номер? Пожалуйста. Володя является членом вашей церкви. Он обычный наркоман. Бывший. Бывший. ...назад от наркотиков в реабилитационном центре. Семь лет назад ему поставили диагноз ВИЧ-инфекции. Но он себя все это время прекрасно чувствует. Ничем не болел. Он верит, что Бог исцелил его и не хочет сдавать анализы на иммунную нагрузку и иммунограмму CD4. Месяц назад он заболел кандидозом в ТАР и врач ему посоветовал начать принимать антиэкстравирусную терапию. Он не хочет этого, чтобы не стать зависимым от таблеток на всю жизнь. Володя также считает, что это будет компромиссом его вере в Бога и его исцеление. Что бы вы посоветовали ему? Так, ваши рекомендации, ваша беседа? Много всего. Есть вопросы, я имею в виду много всего. С каких начнете? Да даже не знаю. Наверное, с последнего. Что надо сначала может разубедить в том, что вера в Бога, вера в Бога и лечение... Категория полярная, да? Да, они должны идти вместе, потому что Иисус тоже целитель. Вот, это раз. Второе, я сразу обратил бы то, что как бы не по теме, но бывших наркоманов не бывает. Это второе. И по заболеванию ВИЧ я бы ему посоветовал, потому что реакция... Он не болел ничем, значит, реакцию определить хорошо он себя чувствует, потому что не было болезни. Вот он-ка заболел заболеванием, так, здесь уже может пойдут какие-то... Не может, а пойдут реакции. То есть уже пошли, раз он обратился к врачу. То есть, значит, ему надо обязательно обратиться к доктору, вот. И в конце концов, если появится такая ситуация, что, как мы знаем, лечение пойдет по часам, по времени и на всю жизнь, то этого строго придерживаться, если он хочет достойно жить. И что-то еще сделать в этой жизни. А как насчет зависимости? Что вы мне сказали? Ведь очень часто сегодня люди говорят, я хочу зависеть только от Бога, но не от таблеток. Это вот как бы реальная фраза, которая, как правило, в таких случаях произносится. Вот человек так же говорит. Что вы ему скажете? Ой, ну я бы сказал, что одно должно быть все вместе. Верую в Бога, конечно, на первом месте, но это должно его и лечение, лекарство и прочее. И даже если человек, умирающий там или больной раком, ему вводятся наркотики, наркотики, можно объяснить, как лекарство, то уже верующий будет как бы понимать, что это, да, это лекарство. Обезболивание. А если говорить, что наркотики, то, конечно, он скажет, для меня наркотики неприемлемы. То есть правильно объяснить ситуацию. Да, вот вы правильно сказали, что нужно все начинать с того, чтобы показать человеку, что вера в Бога и лечение, это могут идти рядом, а не параллельны. Это не компромисс какой-то, который он пытается найти. Неполярность мнения. Неполярность мнений, а вот именно идут совместно. Вот с этого надо начинать. Ну и во-вторых, конечно же, нужно обязательно пройти вот эти все, прежде чем принимать решение об РТ-терапии, сдать все анализы. На вирусную нагрузку, на иммунный статус, CD4, сколько у него осталось. Потому что, может, у него еще пока рано принять. Ну, раз врач советует, значит, наверное... Ну, он анализы не сдал, поэтому врач просто посоветовал. Хотя ВИЧ-положительный статус у него уже есть, записан в карточке. Поэтому сдать все анализы. Ну и вот относительно зависимости, просто уже мы тут так вот советуем, когда общаемся с людьми, говорят, вот мы не хотим быть зависимыми. Мы говорим, ну ты уже зависишь. Например, от еды. Сколько раз в день ешь? Ты зависим? От воздуха мы зависимы. Сколько раз вдыхаешь? Это же тоже зависимость, правда? Вольны с сахарным диабетом, зависимы от инсулина. Но это не мешает людям. Нормально жить и верить в Бога. То есть это неотъемлемая часть нашего состояния здоровья в данном случае, нашего бытия. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Смотрите, опять в общем четко все прошли. То есть вы доносите информацию, да? То есть все правильно. Все правильно. Человек через себя пропускает и вот просто вот этот вот фатализм, как это тут можно сказать, фанатизм. Конечно, вот нужно как-то помочь человеку от этого немножко так отходить в сторону. Спасибо. Так, у кого третий номер? Отрицание болезни до свадьбы. У нас. Молодая пара хочет пожениться. Антон Вич положительный, 10 лет. Его девушка Катя Вич отрицательная. Катя знает о его положительном статусе, но абсолютно уверена, что врачи все придумали. И Бог, которому они давно служат, исцелит ее возлюбленного. Он не был у врача уже 5 лет и идти к нему не собирается, так как уверен в своем полном исцелении от Бога и не доверяет врачам в медицине. Ваши рекомендации и советы? Ну вот замечательно. Как раз. Мне понятно, только каких они ждут советов, в чем они хотят получить совет. Они к вам пришли на доброчное консультирование. Хотят вступить в брак. Пришли на доброчное консультирование. Вот перед вами. И он говорит, да, у меня это было, но меня Бог исцелил. А вы что, не верите? Ну, во-первых, мне кажется, информацию о ВИЧ недостаточно. Она девушка знает и парень, что будет потом. Вот обоих как бы просветить. Потом, как бы сказать, что чтобы оба сдали анализы, так как парень 5 лет не сдавал, неизвестно, что за эти 5 лет. Случилось его организмом. Да, случилось его организмом. Как бы они вступают в брак, исходя из того, что они оба здоровы. У них вот такая установка, что у них брак здоровых людей. И насколько бы это желание вступать в брак сохранилось, если бы они знали, что кто-то из них болен. Это бы первая линия была, которую бы мы разработали. А вторая, ну да, девушка, а вторая линия была бы такая, ну ты здоров, прекрасно, давай мы в этом убедимся, будем вместе славить Господа, еще с большими основаниями. Вот, это была бы вторая линия. Ну, а дальше мы посмотрели бы еще, состоялся бы этот брак. Да, мне кажется, как бы, ну, парни сказать, что он и девушку это подвергает, ну, будущую свою жену. Опасности. Да. И будущих детей там, или ребенка тоже. И то, что, да, хорошо, как бы, вот мы верим в Бога, но Бог дает нам разум, чтобы мы, ну, принимали, что хорошо, что плохо, и как бы делали, ну, решение. Вывод. Вывод, да. То, что, как бы, ну, даже в Библии, да, о работе сказано, что, да, Бог дает нам все, посылает необходимо, ничего не будете нуждаться, но это не говорит о том, что мы не должны работать. Вот, так бы и здесь бы, как бы, эту ситуацию применялось. Спасибо. Что Бог дает разум. То есть, Вы опять отчисляете информацию. И таблетки есть, и врачи есть, и анализы можно сдать, и как-то поддержать. Снизить этот риск. Снизить этот риск, да. Вот, и просто еще такой маленький момент. Обратите внимание, когда мы сегодня с Вами говорили, вот, ну, про колобок, про курочку рябу, помните? Мы с Вами все перешли с прошлого на настоящее. Точно так же, когда проводим консультации, знаете, будьте осторожны, особенно вот в таких случаях, когда вот особо так вот люди приходят к Вам, ну, такие супер духовные. В пабличках, да. Ну, прям дверь, стык, вот даже прям все исчезает, любая болезнь, да. Вот с такими людьми лучше говорить всегда в настоящее время, даже будущего не затрагивать. Вот, то есть, показать этот мультик. Смотри, сейчас что в твоем организме происходит? Вот ты говоришь, ты здоров. Ну, давай посмотрим, что там происходит. Это мультик, а Вич, что он делает? Вот смотри, вот он так здесь. Ты совершенно здоровый. Почему? А потому что у тебя еще вот эти, вот у тебя еще клеток СД-4 много. Но смотри, вот они снижаются, снижаются. А тут посмотри, вот сейчас в твоем организме это происходит. То есть, пусть он осознает вот настоящий момент. Вера верой. Ты замечательно себя чувствуешь. Слава богу, что ты уже 10 лет, никаких симптомов. Ты совершенно замечательно делаешь, что веришь. Да. И ты входишь вот в ту категорию людей, которых вера держит вот на плаву. Да, вот даете вот эту информацию. Но. А потом, да, потом вот это вот будущее, они уже будут реального оценивать. Спасибо. Причем вот эту вот цифру. То есть, вот эту информацию, знаете, максимально доносить. Нам нужно помнить. Может быть, им пока это еще ничего не скажут. А нам нужно помнить, что вот эта цифра, что он 10 лет, у него ВИЧ-положительный статус. А вы помните этот график? Вот он идет внизу 10 лет, а после этого, начиная к 15 годам, растет. Он подошел к концу. И переходит в терминальную стадию. То есть, они с этим столкнутся уже очень скоро. Но им надо показать, вот что сейчас у тебя происходит. Смотри, где ты сейчас. Ты вот где сейчас. Вот. То есть, совершенно верно сказали. То есть, они ступают. То есть, они оба здоровые люди. И надо донести, что вы так считаете. Давайте посмотрим, что на самом деле там происходит. Спасибо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok